МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Итоги дня на телеканале Хабар в студии Марат Мухаммед Салиф. И вначале коротко об интересных темах выпуска. Кипяток на улицах и сотни людей без воды. Крупные коммунальные аварии сразу в двух областных центрах Казахстана. Осушим школу, поставим вентиляторы. В Усть-Каменогорске может встать весь общественный транспорт. Причина – спор перевозчиков с налоговиками на миллиарды тенге. Дикие животные возвращаются на территорию бывшего Семипалатинского ядерного полигона. Мы регулярно наблюдаем всяких лис, барсуков, лосей даже иногда. О приоритетах председательства Казахстана в Совбезе ООН рассказали сегодня представители внешнеполитического ведомства страны. Одно из ключевых мероприятий – брифинг высокого уровня, нераспространение оружия массового уничтожения, меры доверия. Эта встреча должна состояться 18 января. Ожидается, что на брифинге выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Казахстан уже много лет является лидером мирового антиядерного движения. 19 января пройдут министерские дебаты Совбеза ООН на тему построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии. С этой точки зрения мы проводим линию на то, что рано или поздно ситуация в Афганистане, все те усилия, которые предпринимает международное сообщество, они дадут результат. Страна не может находиться в упадке и разрухе бесконечно. Мы верим, что афганский народ сделает свой выбор в пользу мира, стабильности. И это откроет очень значимые перспективы для стран Центральной Азии, включая Казахстан. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал иранские власти провести независимое расследование гибели людей в ходе протестов. Массовые беспорядки в Иране продолжаются уже неделю. Задержано как минимум 450 человек, десятки пострадали. В списке погибших 21 фамилия. ООН призвали власти Ирана гарантировать безопасность всех участников демонстрации и не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Мы весьма обеспокоены сообщениями о том, что во время протестов погибло больше 20 человек. Поэтому иранские власти должны сделать все возможное, чтобы не провоцировать новых беспорядков и обеспечить соблюдение прав участников. На фоне беспорядков в Иране растет стоимость нефти. Сегодня ценник марки Brent достиг 68 долларов за баррель. Впервые с мая 2015 года. Инвесторы опасаются, что объемы поставок из Исламской республики сократятся. На фоне подорожания нефти укрепляется и курс тенге. По итогам торгов на казахстанской фондовой бирже доллар сегодня подешевел на 87 тын. Средневзвешенный курс установился на уровне 332 тенге 42 тын. Соединенные Штаты угрожают сократить или вовсе прекратить финансирование палестинской автономии. Дональд Трамп заявил, что не собирается тратить деньги налогоплательщиков на эти цели, пока палестинцы не вернутся за стол переговоров с Израилем. Чем это грозит и как отнеслись к намерению Вашингтона на месте сюжет Сергея Ауслендера. Дональд Трамп выразился совершенно недвусмысленно. По его словам, Соединенным Штатам нет никакого смысла платить палестинцам, раз они не хотят мира с Израилем и не проявляют к Вашингтону уважения. Если палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы? Этот вопрос задал американский президент. Я думаю, что президент сказал, что он не хочет давать дополнительное финансирование или собирается вообще прекратить его, пока палестинцы не согласятся вернуться за стол переговоров. И как мы видели, резолюция Генассамблеи не помогла ситуации. Мы пытаемся двигаться к мирному процессу, но если этого не произойдет, президент не собирается продолжать эту ситуацию. В Палестине по поводу этого заявления разразилась буря. Рамала с момента прихода к власти нового президента находится с ним в натянутых отношениях, особенно после признания Трампом Иерусалима израильской столицы. А тут очередной повод для скандала. В исполнительном комитете ФАТХ угрозы Трампа отменить финансирование назвали нелепыми. Я бы сказала, что права палестинцев не продаются, и мы не подадимся шантажу. Есть требования к миру, и в одностороннем порядке президент Трамп уничтожил их. Он саботировал наши усилия по достижению справедливого мира и получению свободы и достоинства для палестинского народа. В Израиле же наоборот решение, а точнее намерение Белого дома всячески приветствовали. Здесь полагают, что большая часть финансирования все равно не доходит до простых палестинцев, а идет на спонсирование террора или попросту разворовывается. Например, проведенная недавно перепись палестинских беженцев в Ливане выяснила, что их реальное количество втрое меньше того, что было в списках агентства по делам палестинских беженцев. Я думаю, что Трамп просто занимается наведением здравого смысла. Он экономист, он капиталист, он умеет считать деньги, в том числе народные деньги, и он не хочет их тратить попусту. Кроме всего прочего, сразу после прихода к власти Трамп пообещал пересмотреть политику своего предшественника. Обама перед самым уходом из Белого дома выделил Ромале больше 200 миллионов долларов помощи. Трамп перечислять эти деньги отказывается. Собственных доходов у палестинской автономии нет. Она живет в основном за счет помощи доноров. И львиную долю этой помощи перечисляли именно Соединенные Штаты. Так что если Вашингтон решит действительно исполнить свою угрозу и прекратит или сильно уменьшит финансирование, то Ромалу ожидают тяжелые времена. Сергей Услендер. Итоги дня. Власти Китая намерены ограничить расход электроэнергии для майнинговых ферм. Криптодобытчики в КНР злоупотребляют дешевизненное электричество в некоторых регионах страны, из-за чего там нарушается энергобаланс. Избыточное потребление электроэнергии – одна из главных проблем при добыче криптовалюты. По оценке экспертов, ежечасно армия майнингов по всему миру расходует столько энергии, сколько необходимо для полного обеспечения 3,5 миллионов домов. А вот представители Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют призывают власти скорее принять закон о цифровых деньгах, иначе, по их данным, значительная часть капитала продолжит уходить за границу. По словам руководителя ассоциации Есета Бутина, сейчас казахстанцы для покупки криптовалюты обращаются к сервисам России, США, Сингапура и Южной Кореи, таким образом пополняя бюджеты этих стран. Как отмечает эксперт, создание отечественного рынка криптовалют окажет позитивное влияние на экономику страны. Очень важно проработать правила регулирования надзора за созданием криптовалютных площадок, бирж, обменных пунктов, дать возможность людям покупать и приобретать токены за тенге, а не за доллары. В конечном итоге это все будет позволять людям зарабатывать деньги. И о развитии цифрового серфиса в Казахстане. В минувшем году внедрена медицинская информационная система для поликлиник. Она позволит в скором времени отказаться в лечебных учреждениях от амбулаторных карт и лишнего бумажного документа оборота. Сервисные программы внедряются и в учебе. Система электронных журналов и дневников действует уже в 4000 общеобразовательных школ страны и имеет около 3 миллионов пользователей. Назамгуль Кумыспаева тестировала и проверяла удобство Екунделек. Чтобы получить школьную оценку, дети стараются. В обучение вкладывают не только упорство, труд, но и душу. Аида ученица 9 класса старается учиться на отлично. Говорит, с появлением электронных журналов и дневников получать знания стало как-то даже интересней. Удобство программы замечает ученица во всем. Родители всегда в курсе полученных оценок ребенка, а школьник всегда в курсе в изменениях школьного расписания и домашнего задания. После того, как я получила пятерку, через 10 минут на звонки я зашла в электронный сайт, в электронный дневник и проверила свою оценку. Через 10 минут высвятилась моя оценка. Мне это предложение очень нравится. Я могу дома проверять свои домашние задания, которые мне задали. И мне очень удобно пользоваться с ним. Об удобстве электронной системы говорят и сами учителя. Теперь не нужно ежедневно на урок приносить вот такой вот классный журнал. Оценки ученикам выставляются одним кликом мыши. Для того, чтобы поставить ребенку ученице оценку, я захожу через главное меню, нахожу журнал успеваемости, здесь написано. Затем нахожу 9 класс. В данный момент идет урок в 9-м Г классе. Я нажимаю на оценки, нажимаю на плюсик. Открываются оценки. Если, например, ребенка нет, сегодня ученика нет в классе, то я нажимаю на нет. Значит, появляется здесь небо. А если я выбираю оценку, я нажимаю на оценку. Одна оценка, пять. Появляется оценка. Хорошо тем, что мы, как раньше, все это от руки не пишем. Мы открываем журнал и ставим оценки. Преимущество электронной системы и в том, что итоговые оценки за четверть или год выставляет сама программа. Раньше учителя сами складывали отметки и выводили оценку. Ко всему прочему, школьник в течение учебного года может контролировать количество своих оценок и влиять на итоговый балл. Например, оценки за первая страница здесь, какие оценки были. Дальше вторая страница, какие оценки были. И все это сразу же средний балл показывается. 3 целых, например, у вас лбек в Багдавлет 3,83%. Это значит, что четверку можно ставить. Я не считаю, как раньше. Я не смотрю, как... Мы там переживали, не ту оценку поставили. Даже бывало так, что родители приходили и говорили, сами считали, приходили и говорили, что моему ребенку можно было бы поставить четверку или пятерку, а вы поставили такую оценку. Сейчас никакого спора быть не может. Потому что считаю не я. В системе зарегистрированы и работают порядка трех миллионов пользователей. Это и ученики, и родители, и учителя. При этом у каждого имеется свой логин и пароль, что исключает любое внешнее проникновение в эту систему. От амбулаторных карт намерено отказаться и в казахстанских поликлиниках. Сейчас медицинскую информационную систему осваивают более 280 поликлиник страны. А это больше половины всех больниц. К примеру, только к этой поликлинике прикреплено порядка 70 тысяч человек. И вся история их болезни находится здесь, в этой регистратуре, на этих полках. Врачи говорят, что отказаться от бумажной волокиты готовы прямо сейчас. С внедрением этой программы обличается работа врача. В плане того, что здесь у нас вводятся данные пациента, уже автоматические данные, адрес пациента. Затем каждый врач создает шаблон на своего пациента. И этот шаблон уже переносится в эту программу. В Астане медицинская информационная система работает с марта прошлого года. Все приемы пациентов, история болезней и их лечение отображаются по одному клику мыши. Возьму, например, пациента, которого я уже посмотрела, открываю медицинские записи. Пациент у нас уже давно болеет, и так как я времени не знаю, сколько он уже болеет, недели, две, я приблизительно ставлю, допустим, дату с 4 декабря и смотрю заранее все его посещения. Допустим, вот был 25-го, 27-го. 25-го открываю, смотрю заранее, чем он болел, какие были жалобы. Врачи говорят, с появлением этой программы во всех поликлиниках врачи смогут открывать амбулаторную книжку пациента из любого города страны. Например, если пациент находится в городе Астане, проживает, прикреплен к поликлинике, и поехав в другой город, он заболел. И благодаря этой программе пациент, врач, любой врач может войти в эту программу и найти данные этого пациента. По его ИИН заходит и есть его история, читает его историю и оказывает ему, соответственно, необходимую помощь. Главный посыл государства от этих нововведений – в первую очередь повышение качества жизни казахстанцев. Назам Гулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Бекбулат Базаров. Итоги дня. Вот единая инфосистема всех медучреждений Алматы начнет работу уже в этом году. Об этом заявили депутаты мажориста парламента после посещения городского кардиологического центра. По республике же единая система должна начать работу в 2020 году. На скорой помощи больного пока везут, уже берут анализы, проводят, скажем, кардиограмму. И эти данные уже поступают в клинику до того, как больной прибыл. И здесь врачи, их должны уже эти данные посмотреть, уже должны выработать методику лечения до того, как больной поступил. Тогда, конечно, эффективность будет выше. К другим темам. Крупная коммунальная авария в Петропавловске минувшей ночью прорвала новый водопровод. К утру несколько улиц превратились в каток, а в частном секторе затопило подвалы. 15 многоэтажных домов, школы и детские сады остались без воды, подвоз которой пришлось организовать городским властям. Ремонтные работы продолжаются. Ну, повреждения вообще на новой трубе. Трубу буквально мы вот в ноябре месяце, в конце ноября, в начале декабря приняли. Будем сегодня работать до последнего, пока не дадим воду потребителям. Всего работает на сегодня, на сейчас 12 единиц техники, 4 бригады. Несколько улиц Майкудука близ Караганды сегодня тоже затопило, но уже кипятком из-за порыва на тепломагистрале. В зоне коммунального бедствия оказались три двора и школа. По словам очевидцев, вокруг стоял такой пар, что из-за плохой видимости пришлось перекрыть дорогу. Дома от аварийной ветки коммунальщики сразу переключили на другую сеть. Последствия порыва устраняют силами трех аварийных бригад. В настоящее время организованная работа по откачке воды, привлечению специализированной техники. Осушим школу, поставим вентиляторы и в 8-м часу школу запустим, будет рабочее состояние. Усть-Каменогорск может остаться без общественного транспорта. Трамвайный парк города уже полгода пытается погасить многомиллионные долги за электроэнергию. А теперь у автобусных перевозчиков появились финансовые проблемы, равные сумме с девятью нулями. 4,5 миллиарда налогов выплат региональный департамент госдоходов доначислил шести транспортным предприятиям области. В запутанной бухгалтерии автопарков разбирался Вячеслав Витлугин. Один из самых крупных автопарков Усть-Каменогорска, по мнению департамента госдоходов, за пять лет не заплатил почти миллиард НДС и корпоративного подоходного налога. В автопарке, впрочем, с обвинениями не согласны. При рассмотрении тарифа налоговый комитет тоже участвует. Ни одной претензии, ни одного возражения со стороны налогового комитета не было, что НДС и КПН в тариф не включен. Нету такого вообще. Соответственно, Акимат тоже нам прислал письмо о том, что попросил не включать ни НДС, ни КПН в расчете о тарифе. Как выяснилось, ни один автопарк города, налог на добавленную стоимость и корпоративный подоходный налог при формировании цены на проезд не учитывал. Автобусы начали сдавать в аренду индивидуальным предпринимателям. Такую схему автопарков в департаменте госдоходов посчитали противозаконной и начислили автопаркам неустойку. Юридические лица передавали по договору совместного пользования своим индивидуальным предпринимателям. Как вы знаете, индивидуальные предприниматели платят налог в размере 3%. А как юридические лица, они должны были платить 20% КПН и 12% НДС. Вот отсюда вся эта разница в 4 миллиарда и вышла. Перевозчиками представлены договора о совместной действии, заключенные между индивидуальными предпринимателями и ими. Однако, в соответствии с законодательством Казахстана, передача обслуживания маршрутов, а также договора, заключенные с полномочным органом, не предоставляют права передачи. А в местной организации, способствующей решению проблем бизнеса, предлагают урегулировать вопрос миром. Списать с автоперевозчиков 4,5 миллиарда тенге. Скоро будет год, как комитет госдоходов не дает нам ответа на жалобы перевозчика. 5 февраля они были поданы. Если они получат отрицательный ответ, то налоговые органы автоматически арестуют перевозчиками все счета. К тяжбам между автоперевозчиками и фискальными органами подключились областная прокуратура и Акимат. Решение о доначислении налогов руководители этих ведомств пытаются оспорить и сохранить отработанную годами систему пассажирских перевозок. Вячеслав Фитлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск. В Талдыкургане с января подорожал проезд в общественном транспорте. Цена билета выросла с 60 до 80 тенге. При этом сохранились льготы инвалидам первой и второй группы, ветеранам, студентам и школьникам. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте было одобрено большинством голосов на сессии Маслихата еще в ноябре прошлого года. Мы не поднимали цены на проезд 2015 года. Три года назад за литр бензина мы платили 89 тенге, сейчас 160. Еще одна проблема – сильно подорожали запчасти на автобусы, будь то автопокрышки, аккумуляторы и другие составляющие. Цены на них поднялись вдвое. С учетом всех этих факторов принято решение поднять тариф на проезд. А вот жители Актау теперь могут при помощи своего смартфона отслеживать передвижение городских автобусов. В областном центре запустили мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта. Программа рассчитывает точное время прибытия на остановку и показывает, сколько автобусов на линии. В будущем GPS-систему планируют установить и на областных маршрутах. Установили GPS-системы на каждой из 66 автобусов автопарка. Для нас это еще и контроль за общественным транспортом. Программа в пилотном режиме работала с прошлого года. Очень хорошо себя зарекомендовала. Маршрут номер 3. Мы в пилотном режиме установили около 10 фотокамер. В онлайн режиме можно будет наблюдать, насколько автобус загружен. Это в первую очередь безопасность для жителей, чтобы избежать всяких нюансов по поводу кражи и так далее. Через год в Камустинском районе Кустанайской области планируют газифицировать еще три села, если реализация масштабного проекта стоимости свыше 1 миллиарда тенге стартует в середине этого года. Параллельно со строительством нитки газопровода высокого давления здесь начнут прокладывать разводящие сети внутри населенных пунктов. Газификация района идет ударными темпами. В райцентре Камусты на новое отопление перешли 90% жителей, подключают к газу и социальные объекты. Среднюю школу номер 2 в райцентре Камусты построили 8 лет назад. До нынешнего отопительного сезона ее обогревали углем. Теперь котел в качестве резервного. Школу, как и другие социальные объекты, отапливают газом. При чистке котла все равно температура падала, потому что когда заполняется подувало, кочегар, естественно, что чистит котел, температура, соответственно, падает. При газовом топливе такого не наблюдается. А еще газификация позволила сэкономить бюджетные деньги. Раньше в райцентре на отопление двух школ тратили почти 2000 тонн угля. В денежном выражении это чуть более 15 миллионов тенге. Сейчас расходы в два раза меньше. Да и работы не так много. Ранее мы работали с этими угленными котлами. Уходило много труда и времени. Сейчас мы работаем с газовыми котлами. На что времени и труда не уходит. Просто добавляем газ во время мороза и все. В этом году газопровод высокого давления из райцентра проложат и до села Алтын-Царина. На строительство газопровода высокого давления, согласно расчетов, понадобится миллиард 200. На строительство. Это только подводящий газопровод. Еще надо делать разветвительную сеть внутри. Это я не учитываю. Это отдельно. Но она будет делаться параллельно так, чтобы люди получили услугу как можно быстрее. В целом до 2020 года в Камыстинском районе на газ переведут три села. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг. Итоги дня. Кустанайская область. Природный газ на 5% подорожал в Жамбулской области. Если в прошлом году цена за кубометр топлива была 23 тенге, то с января текущего года тариф составил 24 тенге 35 тын. Половина потребности региона в голубом топливе обеспечивается за счет внешних поставок. Проценки на природный газ повысились в четырех областях страны. Жамбулская, Октябрьская, Западноказахстанская и Южноказахстанская областях. С 1 января 2018 года население будет платить на 4,25% больше. Основными причинами роста цены явились повышение тарифа по транспортировке товарного газа. В Западно-Казахстанской области по итогам прошлого года почти на четверть сократилось число обращений граждан по поводу невыплаты заработной платы. Трудовые споры возникают реже, но долги по зарплате остаются большие. Инспекции труда в прошлом году защищены права полутора тысяч работников. Погашена задолженность почти на 385 миллионов тенге. Еще 75,5 миллионов долга не выплачены. Зачастую люди остаются без законного заработка из-за того, что не заключают с работодателями индивидуальные трудовые договора. Без этого практически невозможно доказать вину работодателя. Треть обратившихся в прошлом году с жалобой на несвоевременную оплату труда не оформляла трудовые отношения. Нет трудового договора очень сложно как-то ему помочь. Да, факт трудовых отношений приходится в судебном порядке доказывать. Когда происходит факт невыплаты, очень сложно доказать. Сегодня в 10 предприятиях области имеется задолженность по заработной плате. Это 75,5 миллионов тенге. Далее коротко о новостях из региона в традиционном обзоре. За прошлый год жители Казахстана сдали в утиль около 50 тысяч автомобилей. По программе, предусматривающей денежную компенсацию, у населения выкупили более 40 тысяч машин почти на 6 миллиардов тенге. А вот остальные автовладельцы Хлама, их больше 8 тысяч, обменяли свои транспортные средства на сертификаты для покупки нового железного коня. Первых столичных безбилетников 2018 года своеобразно поздравили контролеры на транспорте и полицейские. Каждого из пяти пойманных зайцев штрафовали на два минимальных расчетных показателя. Это примерно 5 тысяч тенге. Столько же вынужден будет заплатить и любой другой безбилетный пассажир. Штрафовали первые новогодние дни в автобусах и кондукторах, позволивших ездить пассажирам бесплатно. Каждый из 15 попавшихся раскошелился на 5-месячных расчетных показателей. Это больше 12 тысяч тенге. В учреждениях образования Уральска укрепляют меры безопасности. В рамках проекта «Безопасная школа» во всех учреждениях образования и детских садах установлено свыше 1700 камер видеонаблюдения. На эти работы из местного бюджета выделили 62 миллиона тенге. В Казахстане на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона появились сайгаки, косули и лоси. Заснять этих диких животных удалось благодаря фотоловушкам. Численность животных пока небольшая. Год назад таким образом на полигоне заметили стадо краснокнижных архаров. И о погоде. В ближайшие двое суток на большей территории Казахстана ожидается мороз. Сибирский антициклон поединит температуру. По данным синоптиков, она будет ниже климатической нормы в среднем на 2-4 градуса. При этом осадков не ожидается. Волна холода не коснется южных регионов страны. Там температура наоборот повысится. Местами ожидаются туман и гололед. Ни одного факта вырубки хвойных деревьев не зафиксировано в Астане в новогодние праздники, сообщили сегодня в Акимате столицы. Вокруг зеленого пояса Астаны постоянно дежурят мобильные группы. Перед праздниками их перевели на круглосуточный режим работы. Италия отказалась от пластиковых пакетов. Все магазины страны перешли на биоразлагаемую тару, за которую нужно платить от 2 до 10 евроцентов. Такое новшество вызвало возмущение отдельных покупателей. А дотошные из них подсчитали, что в год среднестатистической итальянской семье придется тратить до 50 евро на такие пакеты. Но расходы, по мнению экологов, вполне оправданы. Ежегодно в стране используется 80 тысяч тонн одноразовых пакетов, и только половина из них биоразлагаемые. Утилизация традиционной упаковки обходится государству в 50 миллионов евро. Изделия эти необходимы нам для того, чтобы принести покупку домой. Но выполнив эту задачу, они могут использоваться вторично для сбора органических отходов на кухне. И в этом первое преимущество биоразлагаемых пакетов. Второе заключается в том, что в сравнении с полиэтиленом их воздействие на окружающую среду незначительно. Материал биоразлагаемый причиняет меньший ущерб природе. И третье – это повод к созданию новых производственных цепочек или новых рабочих мест. Полмиллиарда фунтов стерлингов может принести британской казне свадьба принца Гарри, считают местные экономисты. Туристические компании королевства ждут рекордного притока туристов. Доброе косочетание еще пять месяцев, а все номера в гостиницах в центре Лондона уже забронированы. Рост наблюдается и в секторе розничных продаж. Отмечу, что аналогичная церемония брата, принца Уильяма, в 2011 году вызвала не меньший ажиотаж. Тогда королевская свадьба принесла городской казне 350 миллионов фунтов стерлингов. Мы считаем, что приблизительно 200 миллионов поступит от туризма, путешествий и отелей. Около 150 миллионов поступит от людей, которые будут тратить деньги на вечеринки и празднования. Около 100 миллионов принесет бесплатная реклама Великобритании по всему миру. Оставшиеся 50 миллионов поступит от продажи сувенирной продукции – футбола, кепок и чашек. В Акмолинской области найдена карта, разработанная Корпусом военных топографов Санкт-Петербурга в 1889 году. Судя по всему, это отдельные фрагменты переизданного и отредактированного документа, состоявшего из 21 листа. В нем полное географическое описание районов и городов севера, запада, юго-запада Казахстана. По словам архивистов, эти листы попали в сталинский, ныне Аккольский архив, в 1935 году. Сейчас карта представляет больший интерес для исследователей, поэтому ее передали в областной архив. Полное собрание листов, предположительно, находится в Санкт-Петербурге или в Москве. Мы подумаем над тем, чтобы изготовить копии этого документа, может быть, его несколько увеличить. Смысла нет другие части искать, потому что то, что у нас есть, они именно касаются территории Акмолинской области, Северного Казахстана, Кустаная, территории Тургайской области, то есть это современная территория Каргандинской области, часть. Такой была информационная картина уходящего дня. Всего доброго, до свидания.